Нет поддержки. Вот до этого Владимир Викулов ходил, Владимир Петров. Смотрите, Валерий Харламов один. Посмотрите, что он делал. Но это, я не знаю, если бы была возможность, я бы встал бы на трибуне. Потому что такую шайбу забить только может Валерий Харламов. Вы посмотрите еще раз. Это можно сказать, знаете, в азбуке. Вот так надо обыгрывать. Посмотрите, стоят два защитника. Он одного обыграл, второму показал. Выходит один на один. Показывает ложный замах, бросок и счет 3-1. Еще раз посмотрите. Да, что называется. И Кэрол Вадне, и Дон Джер остались в дураках в этой ситуации. Как потом вспоминали эти защитники, одному из них он показал, что уходит вправо, другому, что уходит влево. И оба поверили. Как бы раступились перед Валерием. И тот сделал замечательный гол. Гол, который вошел в сокровищницу хоккейного искусства. Сейчас истекают последние секунды первого периода этой игры. Шабу у Фила Эспозита. Он делает такой вброс ее к воротам Владислава Третьяка. Эта шайба, естественно, легко отражается. И сейчас уже скоро прозвучит сирена. Вот она, возвещающая о том, что первый период этой встречи закончился за счетом 3-1 в пользу ЦСКА. И сейчас еще раз смотрите великолепный гол в исполнении Валерия Харламова. Комментарии излишни, как говорится. Это просто наслаждение. Это просто наслаждение. Практически он обыграл всю команду. Конечно, мне жалко даже, откровенно говоря, Джон Тэвисона, вратаря. Потому что то, что сделал Валерий Харламов, по-моему, ни один вратарь мира, наверное, не остановил бы такой сольный проход. Ну, первое, что мы, конечно, знали, команда играет у себя дома. И, конечно, публика заставляет...